друзья мои всем привет мы продолжаем записывать ответы на ваши вопросы и я сразу зачитываю следующий вопрос здравствуйте очень забавное название у человека это видимо никнейм его алибаба алибабаевич я так понимаю это видимо из кино но нам очень приятно что алибаба алибабаевич нам написал здравствуйте было бы интересно послушать наталью о первых годах жизни в канаде как прошла адаптация как подтягивали язык спасибо дай бог здоровья всех благ вам благ вам и вашей семье насколько ли легко и тяжело ты адаптировалась насколько вообще это происходило быстро я хочу сказать всем сережинам зрителям тем женщинам которые собираются ехать в эмиграции который не учит язык и надеются что если мужчина учит язык он проходит интервью он главный заявитель проходит интервью кормили до кормили семьи то здесь в общем то он будет один работать на самом деле жизнь такова что работать придется скорее всего вам вдвоем потому что на одну зарплату не прожить на одну зарплату не прожить поэтому вам женщинам тоже нужно учить язык я свой язык учила только в школе и в институте это абы как и а ну надо сказать что да я был заявителем на эмиграцию то есть якобы проходил собеседование проходили мы вы довольно смешной я как очень наши заучил так сказать вот эту вот я учил язык еще с да 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 я ходил занимался с частным преподавателем платил деньги а потом я просто заучил в эту легенду которая очень красиво доложил таскать посольстве а я в общем-то язык особо не учила но кое-как знала потому что мы учили свое время в школе в институте поэтому из моих недр моих памяти мне приходилось вспоминать и в общем тяжело конечно вот но слава богу вот это вот компания где я работаю уже так долго это филлер пакет наконец-то я раскрылась и крик секрет филлер пакет вот и спида который занимается и компьютерами и оргтехникой принтеры то и так далее вот сказать что ты работаешь не в компании хиллит пакет и как бы ты являешься дистрибьютором все компании которые распределяют продукцию хиллит пакет по всей канаде надо вот и в общем то от того что они как раз в это время открывались когда я со своим резюме это сказать поспешила к ним на вот эту позицию что я в прошлый раз говорила офис клерк на самом деле офис клерком я там и не было то есть первоначально я как раз пришла когда когда компания открывалась ну и первое да они когда на меня посмотрели и но это это не не к вопросу у тебя же английский тогда был очень слабый слабый да вот я к тому что английский надо учить вот ну да и потом в результате конечно я продвигалась в компании потому что ну достаточно ответственно как бы мы когда приехали мы приехали вот с детьми я приехала в августе и саша пошла у нас во второй или в третий класс в третий класс на сразу хотя и было восемь лет вот мы конечно многое не знали как здесь что здесь надо оказывается детям которым до 12 лет нужно чтобы они были под присмотром чтобы нам чтобы был все время бибиситтеры у них да у детей после школы мы сереже запряглись в работу дети у нас были предоставлены самим себе вот и тут надо сказать о том что ребенка до 12 лет вы не имеете права оставлять одного дома но на самом деле у нас саша после школы оставалась и катя на школе была в общем они как-то приезжали как-то сами справлялись в общем дети росли чисто по по русски у нас потому что это не потому что мы хотели нарушать закона просто у нас не было у нас не было выхода ностальгировали мы вот россии ну наверное конечно потому что первое время скажи честно слезы легла лила ну немножко мне кажется даже немножко 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 но сколько это было два-три года наверно хорошо слезы наверно но конечно воспоминания они никуда не деваются как бы твои там все годы прошли вот сколько нам там был 35 все время там прошло как бы понятно что и все родственники там как бы и все друзья там да а здесь вот приехали работаешь работаешь да как и говорят что канада это концлагер с усиленным питанием вот вы через это все тоже пройдете как все начинающие мигранты все через это проходят наш а вот хорошо мы кстати говоря не обсуждали эту тему наверное но наверно обсуждали уже так давно что я уже просто мне даже самому интересно жена спросить но а вот до какого времени у тебя было ощущение что вот слушаем у надо домой ехать ну и к черту эту канаду пропадя напропадом или такого никогда не вообще тоже не помню уже мы как то уехали да с какой-то решимостью что что вот уехали, уехали. Я, кстати говоря, вам всем тоже очень искренне этого советую, потому что очень много людей здесь, ну, наверное, немного на самом деле, мало людей, но есть такие люди, которые, знаете, они мечутся вот туда-сюда, как бы ни нашим, ни вашим, вот, и здесь как бы тяжело, и там плохо. То есть мне кажется, вот это вот нехороший путь. То есть вот определился, вот да или нет. Да, тут, Сереж, видишь, действительно просто причины, от чего люди уезжают, да, от чего люди уезжают. У нас, вот мы уезжали как-то от страха, от страха перед бандитами, от страха вообще вот за своих детей, за свою жизнь, вообще вот это 90-е. Да, мы уже были 90-е годы, самые бандитские годы. Да, это было ужасно, да, ты был в бизнесе, это все было страшно. Очень рискованно. И когда мы здесь, несмотря на то, что работали там целыми днями, и, ну да, ну, тем не менее, на субботу и воскресенье какие-то были, мы тоже вместе проводили время с семьей, вот. Мы здесь, у нас здесь появилось спокойствие, и появилась... Уверенность. Да, вот какая-то отдушина появилась, отдушина именно. Здесь вам ничего, если вы платите налоги, вам ничего не угрожает, никто не придет, никакие бандиты, здесь нет никаких бандитов. Ну, я не знаю, если люди занимаются бизнесом, может быть, что-то такое существует, но я никогда вот за 20 лет в Канаде, уже без малого, мы никогда ничего подобного не слышали. Ну да, здесь, конечно, самое главное, что здесь работают законы, вот в этом еще преимущество, так сказать, большое. Ну, тем не менее, тем не менее, если вы помните, я рассказал в своем видео о том, что меня никогда в жизни не грабили в России, у меня никогда в жизни в России не угоняли машину, это то, что произошло у нас в Канаде, мы с Наташей работали на заправке, дважды нас грабили, но, правда, не тогда, когда мы работали, а после того, как мы уходили домой, ночью разбивали витрину и вытаскивали сигареты. У нас угнали здесь машину, как вы помните, я рассказывал, правда, ее потом нашли, там буквально через... Через неделю. Через неделю или через две, что-то такое. Но, тем не менее, вот, казалось бы, мы приехали в благополучную страну, а произошли события, которые с нами никогда не случались в России. Ну и, тем не менее, несмотря на эти события, мы не были напуганы. Абсолютно да. Да, как-то перепуганы, да, не были. Ну, то есть, машину угнали, машина нашлась, и она нашлась, и она целая, нормальная, Сережа только поменял замки, и то они все были. И то они заплатили все. Причем, вы знаете, Наташа правильно говорит, дело в том, что у меня никогда в жизни этого не происходило, и когда это случилось, я был в какой-то полной растерянности, тем более ты в новой стране, не знаешь, что делать и что будет происходить. Я помню, пришел тогда инвестигейтор, это вот, как по-русски сказать, человек, который проводит расследование страховой компании, и он сказал, а что вы волнуетесь? Найдут машину, привезут вам обратно, не найдут, вам выпишут чек, пойдете и купите себе машину, которую хотите, как бы, вот и все. На этом все и закончилось. Надо сказать, что мы еще в то время, когда я начал, я, дело в том, что я агент по недвижимости не только в Канаде, но и был в России, когда мы начали зарабатывать, у нас появилась возможность ездить за границу, да? Поэтому у нас появился вот этот какой-то очень жесткий контраст, да, что ты приезжаешь за границу, мы были в Швейцарии с Наташей, мы были в Испании, в Италии, в Франции, в Германии. В Германии я, по-моему, был, да, проездом, ну, неважно. И вы знаете, вот это вот, когда ты видишь, мы уезжали, там были пустые голодные полки, тогда, помнишь, были вот эта карточная система, и когда ты видишь вот эти изобилие товаров, буквально этажами, так сказать, идет там обувь и одежда, и мы вот тогда как-то сразу поняли, что что-то надо с этим делать, да? Вот хотя бы даже не ради себя, хотя бы вот ради детей, в конце концов. Да. Ну, то есть ты считаешь, что как бы у нас вот такой какой-то супер... Дело в том, что этот вопрос, который мне очень часто задают, люди очень боятся адаптации, они считают, что вот у меня начнется какая-то страшная ностальгия. Вот эти разговоры о том, что люди с утра до вечера там рыдают в подушку, как увидят, так сказать, белую березу, начинают сразу дрожать. Ну, мне кажется, это немножко преувеличено, правда? Ну, опять нельзя... Ну, или поначалу, наверное, да? Опять же, нельзя за всех отвечать, да? Да, у всех по-разному, конечно. У всех по-разному, конечно. Да, ну, мы нормальные русские люди, так сказать, и нормально, я считаю, отреагировали на свой приезд тоже. То есть я считаю, что мы в меру, так сказать, и переживали, и нервничали, и, так сказать, вспоминали. Но от того, что мы обои пришли к этому выводу, что нам здесь... Да, это было осмысленное решение. Да, нам здесь лучше, детям нашим лучше. И как-то все потом потихоньку утрамбовалось. Ну, да. И наши мысли, и наши чувства, так сказать, по отношению к стране и ко всем. Да, и, в общем... Ну, да. Вы знаете, еще очень часто задают вопрос о том, что вот как бы люди, которые уезжают за границу, что они вот как бы не патриоты, что они вот там чуть ли не изменники Родины и так далее, и тому подобное. Вы знаете, когда вы живете за границей, мне кажется, что это очень все надуманное, правда? По большому счету, если отбросить все вот эти какие-то политические факторы, нормальный человек хочет нормальной человеческой жизни. Он хочет хорошего, какого-то светлого будущего для своих детей. Что в этом противоестественно и что в этом плохого? Чего надо стыдиться, как-то опасаться? Мне иногда кажется, что в своем прошлом мы были как-то излишне заполитизированы какими-то вот этими лозунгами, так сказать, агитациями и так далее. В жизни на самом деле все проще. Ну да, с другой стороны, когда русские играют в хоккей, мы болеем тоже за русских. Там, когда проходит Олимпиада, мы с удовольствием смотрим и болеем. Но когда болеют, играют канадцы, играют, допустим, против шведов, мы, конечно, болеем за канадцев. Естественно, потому что мы уже здесь, да. И здесь и там. Вот, судя по этому вопросу, вот я просто вернулся еще раз к вопросу, женщина задала, как подтягивали свой язык. Вы знаете, это очень хороший вопрос. Это прекрасный вопрос. Я вам скажу про себя. Например, будучи риэлтором, все равно ты так или иначе работаешь с людьми русскоговорящими, русскоязычными, поэтому в какой-то момент, да это не только у риэлторов, это у всех, наступает какой-то барьер. Вы знаете, вот когда вот эти культуристы, да, которые там накачивают мышцы, там они как-то там быстро у них растут и так далее. А вот дальше уже, когда у тебя большие мышцы, так сказать, следующий миллиметр, он дается каждый раз тяжелее. Вот примерно то же самое, что-то происходит с английским языком, да. Ты какой-то базис ухватил, а вот дальше, дальше, дальше куда-то тяжело. Вот как ты подтягивала свой язык и вообще, или ты вообще ничего не делала, просто на работе нахваталась? Нахваталась. Ну, мы все нахватались, а так оно и есть. Дело в том, что вообще, вообще на самом деле странная ситуация. Действительно, когда приезжаешь в страну, я помню первые ощущения. Мы боялись телефона, когда он звонил. Мы смотрели телевизоры, нам вот риэлтор, который нам дом первый покупал, и там говорит, вы смотрите, слушайте. А что смотреть, слушайте, если ничего не понимаешь? Вообще удивительно, ничего не понимаешь. Потому что они вроде говорят так быстро, в общем, вот так. Когда я пришла на работу, да, худо-бедно от того, что я в компании одна русскоговорящая, мне не с кем общаться, так сказать. И вот слушаешь. Это самое лучшее, да? Да, это самое лучшее. Потому что люди начинают по-русски там шу-шу-шу, мумуму, там поляки с поляками, индусы с индусами. Для начала я хочу сказать, что всем иммигрантам предлагают вот эти вот бесплатные курсы, языковые курсы. И мы с Сережей тоже пошли, хотя у Сережи был английский продвинутый, у меня, значит, не очень. Но те курсы, в общем, достаточно примитивные. Ну, это вообще, кто английский не знает, практически начинают с нуля. Базовые, да. Да, практически с нуля. В общем, ну, у нас, конечно, не нулевой уже был английский. В общем, мне эти курсы особо ничего не дали. И когда я была там на шестом уровне, это все очень быстро в течение там месяца, наверное. Да, они стараются его проваживать, потому что им невыгодно держать себя бесплатно. Ну, они говорят, типа, хорошо, да, уже можешь общаться. На самом деле это общение занимает там всего, в словаре занимает всего там 100 слов, наверное, в моем. Но, собственно, мне работа дала мой английский, как он есть, потому что больше нигде никаких курсов я не брала, никаких школ или репетиторов тоже. Вот. И, ну, когда я еду, например, на работу, я все время радио слушаю, ньюс, вот, все время. Да, но надо сказать, что у нас никогда не было российского телевидения. Я всегда говорил в своих видео о том, что не то, что мы не любим российское телевидение, а просто именно задача заключалась в том, чтобы как-то вот быстрее адаптироваться. И у нас его, собственно, никогда не было. Поэтому мы, наверное, в Канаде настолько и не заполитизированы. Мне показалось забавно вот то, что Наташа упомянула насчет телефона. Вот просто она так быстро это произнесла, что, наверное, нужно рассказать, что происходит в этой ситуации с иммигрантами. Мы его панически боялись. Мы его панически боялись. И когда у нас раздавался в доме телефон, картина была очень смешная. Я говорил, что жене, ты иди возьми телефон. Я говорю, нет, ты иди возьми телефон. И происходило это, потому что мы боялись поднять трубку, потому что там кто-то что-то говорит на б-б-б-б-б-бу-бу-бу. Понять это невозможно. И чувствуешь себя каким-то вот ущербным. Ну да, да. И не знаешь, что ты... Как собачка, так сказать. Которая вроде глаза умные, а сказать ничего не может. Ну да. Поэтому один из добрых советов. Постарайтесь как можно быстрее отказаться от этих комплексов. Чем быстрее вы откажетесь от комплекса, тем быстрее вы заговорите. Не стесняйтесь делать ошибки. Не стесняйтесь переспрашивать. Это грубая ошибка, когда люди не переспрашивают. Сделал вид, что что-то понял. Выяснил, что понял совсем не то, что ему сказали. А дальше начинается откровенная билиберда. Ну да. Ну да. И мне, например, на работе канадцы тоже сказали. Ну потому что нас, например, нужно обязательно сказать это в прошедшем времени или в будущем. Там что-то вспомнить надо. Какие там глаголы. А мне говорят, не думай об этом. Говори как хочешь. Говори, мы тебя поймем. Только говори что-нибудь. Только говори. Не молчи. Ради бога не молчи. Говори что-нибудь. Ну да. Да. Так вот мы и учимся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова